Первый август, день памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. Ровно 110 лет назад, защищая братский сербский народ, наша страна вступила в войну против Германии и Австро-Венгрии. Утром в мемориально-парковом комплексе героев Первой мировой на Соколе делегация российского исторического общества во главе с председателем Сергеем Нарышкиным почтила память погибших. Как отметил Сергей Нарышкин, в годе той войны на фронте русская армия надежно сдерживала натиск почти половины сил центральных держав. Однако солдаты русской армии, плечом к плечу защищавшие Отечество в ходе Первой мировой, встали по разные стороны баррикад во время Кровавой гражданской войны. Трагедия братоубийственной гражданской войны заслазнила в национальной памяти Первую мировую войну. И она на долгие годы стала для нашего общества войной забытой. Десять лет назад, благодаря общим усилиям, удалось восстановить утраченную связь времен. В соответствии с принятым федеральным законом, 1 августа официально отмечается как памятная дата, день памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. Поводом к началу Первой мировой послужило убийство сербскими националистами наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда. По договоренности с Германией Австро-Венгрия предъявила Сербии заведомо неприемлемый для суверенного государства ультиматум. А когда истек его срок, объявила войну. В ответ на это Российская империя объявила всеобщую мобилизацию и вступила в войну. Первая мировая война продолжалась 1568 дней. В ходе нее погибло около 9,5 миллионов человек. В память о той войне из года в год члены российского исторического общества собираются у мемориала на территории бывшего братского кладбища. Я уверен, что эта традиция будет всегда сохраняться, поскольку преемственность отечественной истории является залогом формирования здорового национального самосознания и таким надежным фундаментом поступательного развития нашего общества и государства. С 1915 по 1932 годы на территории комплекса располагалось Московское городское братское кладбище. Здесь были захоронены около 18 тысяч человек, в том числе рядовые, офицеры, врачи и сестры милосердия, погибшие в ходе Первой мировой войны. Кроме того, делегация Рио почтила память великого князя Николая Николаевича-младшего и его супруги, великой княгини Анастасии Николаевны, останки которых захоронены в часовне Спасопреображения на Братском воинском кладбище. Служба информации Фонда История Отечества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Фондю любит тебя!